Я приветствую телезрителей канала Россия 24 на нашей авторской программе Бесогон ТВ. Сегодня мы поговорим о русской Евразии. Вот есть такой журнал, он называется «Свой». Это приложение газете культуры, называется он «Журнал для просвещенного консерватора» от Никиты Михалкова. Здесь печатаются, на мой взгляд, очень интересные материалы об истории, о философии русской, вообще о взаимоотношениях России с Европой, с Америкой и так далее. Поэтому для меня лично он очень дорог тем, что он дает серьезную пищу для размышления. И вот в этом номере июльском опубликована статья Ксении Ермишиной, она называется «Русская Евразия». Мне кажется, об этом есть смысл поговорить, потому что здесь очень много того, что сегодня невероятно оказалось актуальным. Я прочту ее с некоторыми сокращениями, но надеюсь, что будет понятно, о чем идет речь. Итак, «Русская Евразия», окраинный синдром. Вообще, слово «Евразия», понятие «Евразия» вызывает у людей довольно противоположную реакцию. Я помню, как однажды академику Лихачеву, когда он был президентом Российского фонда культуры, я сказал, а что если я почитал Трубецкого, я почитал Савицкого, и говорю, а почему бы Российский фонд культуры не назвать Евразийский, Российский фонд культуры. Я удивился реакции, она была такая неожиданно резкая и какой-то испуганная, он замахал руками, говорит, да вы что, с ума сошли, это же Трубецкой, какой, не дай бог. Я, честно говоря, тогда не понял, с чем это было вызвано. А теперь я начинаю понимать, потому что понятие «Евразия» – это, в общем-то, движение от сегодняшней западноевропейской цивилизации и культуры. Не с точки зрения комфорта, не с точки зрения, так сказать, общечеловеческих ценностей, о которых нам все время говорят, а с точки зрения отношения к миру, к земле, к личности, к богу и так далее, и так далее. Я помню, когда я вернулся со съемок картины «Урга», я написал письмо, это было 20 лишним лет назад, я написал письмо тогдашнему премьер-министру Силаеву о том, что я считаю, я снимал в Китае, в китайской Монголии, что я считаю, что будущее там, и, наверное, нужно разворачиваться туда, но что я мог сделать, и как меня могли услышать, да и вообще я не политик. Я написал по следам того, что я чувствовал, того, что я увидел. Это не возымело успеха, но, как мы видим, так или иначе, в движении это начало происходить. И происходит оно, в общем-то, порой даже вынужденно, это не добровольно, вынужденно, потому что жизнь заставляет нас, обстоятельства заставляют нас искать партнеров не только на Западе, в Европе. Итак, окраинный синдром. Евразийская идеология, ставшая в России по сути главной, была в основном разработана русскими мигрантами. Парадоксальная, на первый взгляд, вещь. Из четырех основоположников евразийства, Трубецкого, Савицкого, Сувчинского и Флоровского, только первый является великороссом. Савицкий и Сувчинский родились и выросли на Украине. Флоровский был одесситом. Сегодня нам интересно, прежде всего, то особое внимание, которое первые евразийцы оказывали теме Украины, ее роли в становлении русской государственности, не менее любопытны и их заочные споры. Евразийцы соглашались друг с другом в том, что Киевская Русь после XIII века была нежизнеспособным государством, и падение Киева являлось исторически неизбежным. К примеру, очень ярко писал об этом в книге «Наследие Чингисхана» Николай Трубецкой. Тем не менее, эта Русь всегда оставалась для Центральной России чрезвычайно важной и нужной, поскольку берегла память об историческом начале русского государства, хранила его святыни, храмы, земли, связанные со Скифами и Византией. Воссоединение территории, дочерней и основной, стало шагом на пути строительства Русской империи, возвышения России и русской культуры. В сращении Великорусского и Украинского культурных стволов едва ли не основной смысл перелома, который отделяет Русь Московскую от императорской России. Основное империализирующее ядро Русской империи, Великое Русское национальное единство, создалось слиянием Москвы и Украины. «Московия выработала крепкую и сильную государственность. Украина, сохранившая в себе даже в тяжелые моменты панского засилия, демократический дух, обладала духом сильной и живой культурности», писал Петр Савицкий. Слияние двух народов, связанных с тождеством происхождения, стало шагом на пути создания сверхнационального единства, открыло широкие возможности для внешней экспансии и культурного подъема, а с присоединением Крыма и Грузии Россия окончательно оформилась как империя. Имперская государственность порождает разнообразие стилей и форм жизни, множество высокоталантливых личностей. Это выводит страну на международную арену как могучее государство с сильной политикой и богатой культурой. При этом Савицкий отмечает, с XIX века влияние Украины на русскую культуру резко сократилось, с пробуждением украинского национализма, основной заботой сделалось отгородиться от своего славного прошлого, которое есть не что иное, как единая русская культура, совместный творческий проект России и Украины. Для Украины воссоединение стало несомненным благом, ибо не только спасло целый народ от исчезновения, но и дало возможность развиваться ее культурным силам в империи, что придавало им необходимый размах большого стиля. Анализируя этот сложнейший комплекс проблем, Трубецкой подчеркивал единство общерусской культуры, варианты которой, великорусский и малорусский, должны быть индивидуализациями целого, а не отдельными, противоположными его частями. Только в теснейшем культурном общении признание общности, истории, византийского наследия, государственных задач Украины и Россия будут взаимодействовать, плодотворно, взаимно обогащаясь. Читая Трубецкого и Савицкого, можно сделать вывод о том, что воссоединение малой и великой Руси без негативных последствий, увы, не обошлось. В чем причина? Тогдашние государственные деятели не разработали гибкую национальную стратегию. Этому помежало, в частности, русское западничество, которому были свойственны страстные отрицания своего исторического наследия и безоговорочное, бездумное преклонение перед Европой. Кроме того, следует помнить, что в состав Московской Руси в 17-м столетии вошла только Левобережная Украина, Гетманщина, Полтавская и Черниговская губерния и Слободская Украина, Харьковская губерния. Правобережная Украина, Киевщина, Волынь, Подолье была частью Польши до 1793 года и влилась в Российскую империю уже в начале 19-го века. То есть драматический разлом внутри Украины приходится на рубеж двух мощных и во многом противоположных цивилизаций – европейской, как она оформилась после Ренессанса, и русской, имперской, православной. Для Украины разрыв с русским миром означает отрицание единой истории, кровного родства, совместных достижений, а выбор европейского пути – это тупик культурного развития, который неизбежно обрекает ее на участь самой глухой провинции Европы. Та относилась и относится с равнодушным пренебрежением к осколку своего геополитического противника – России. Сознание собственного бессилия порождает всем известный феномен – гнев на Московию, зависть к ее успеху в создании самостоятельной государственности и культуры, тщетные попытки доказать неполноценность и ущербность Московской Руси, скурпулезное собирание фактов, доказывающих интеллектуальное и духовное превосходство Украины. Это национальное движение началось уже на излете XVIII века с появлением украинской интеллигенции, запустившей миф арабской сущности России и превосходстве вольной Украины. Ситуация, порожденная комплексом неполноценности и страстью соперничества, описана Трубецким. Он недвусмысленно предупреждал в 1927 году о появлении людей, которые, придя к власти, постараются всячески стеснить или вовсе упразднить самую возможность свободного выбора между общей русской и самостоятельно украинской культурой. Постараются запретить украинцам знание русской литературы, русского литературного языка, чтение русских книг, знакомство с русской культурой. Придется еще внушить всему населению Украины острую и пламенную ненависть ко всему русскому и постоянно поддерживать эту ненависть всеми средствами школы, печати, литературы, искусства хотя бы ценой лжи, клеветы, отказа от собственного исторического прошлого. Поэтому в этой культуре все, наука, литература, искусство, философия и так далее, не будет самоценно, а будет тенденциозно. Это откроет широкую дорогу бездарности. Слушайте, это написано в 27-м году. Это написано в 27-м году, 90 лет назад. Трубецкой показал механизм образования провинциальной подражательной культуры, порождающей мелко тщеславную личность. Самое печальное в том, что эти бездарности подвязались не только в культуре, но и в политике. Культурный сепаратизм, отрыв от общерусской культуры, для Украины губителен. Но стремление к самостоятельному бытию при этом огромно, что можно считать главной бедой и неразрешимой антиномией Украины. Трубецкой и Савицкий сходились в том, что украинский национализм свидетельствует о провинциальности духа утратить чувство единой общерусской задачи, грандиозной по существу и размаху. Это возвращение к исходной позиции 17-го века, когда решался вопрос «Великая Россия или Великая Польша?» Его решение зависело от присоединения Украины. Поляки тогда не смогли переступить через свой национализм и обеспечить переход к сверхнациональному культурному синтезу. Национализм украинский есть запоздалая попытка броситься в объятия Польши, которая уже упустила свой исторический шанс на империю. Национальная проблема однажды возникнув на политическом горизонте в 19 веке стала одной из причин мировых войн последующих эпох. В 21-м столетии национализм нежданно-негаданно переживает новый виток развития, что ставит перед нашей страной задачу предельно тщательно осмыслить этот феномен. Россия имеет все шансы выстроить сильное государство, способное достойно защитить собственные национальные интересы, кто бы ему не противостоял, если будут учтены уроки русской истории. Это ключевая фраза. Если будут учтены уроки истории. Если бы они учитывались, если бы это знали, если бы это читали, если бы об этом думали, те, кто брали на себя власть после развала Советского Союза, то, может быть, того, что произошло сейчас, не произошло. Мы не умеем учиться. Мы не хотим учиться. Мы живем сегодняшним днем. Мы живем от завтрака до обеда, от обеда до ужина. Мы не хотим, нам скучно заглядывать в прошлое для того, чтобы делать выводы и на настоящее, и на будущее. Понимаете, отсутствие желания слышать, не слушать, а слышать, лень, невозможность и нежелание тратить времени на то, чтобы осознать причинно-следственные связи происходящего, как могло произойти, чтобы 20 лет, 20 лет на Украине шла гигантская работа, которая использовала все качества, о которых пишет Трубецкой и Савицкий. Все качества и национального характера украинского, и интеллигенции, которая возникла, и хотела самостийности внутри себя. Все качества были использованы для того, чтобы породить ненависть, отторжение, от кровеносной системы народа, от того, что объединяло вообще славянский мир, общую славянскую цивилизацию, которая невозможна в разрыве Украины, России, Белоруссии. Она невозможна. Сюда я могу присовокупить и Сербию. Невозможна. И вот смотрите, как обстоятельства, перед которыми нас ставят, заставляют нас совершать то, что должно стать обыденной жизнью для человека, должно было стать ежедневной жизнью для человека. В чем величие Америки? Там все каждый день работают. Каждый Божий день. Неважно, что они делают. Они работают. Два года назад. Два года назад. Я снимал картину «Чужая земля». Два года назад. Давайте вспомним маленький отрывочек из этого фильма. Посмотрите. Два года назад. Не было, так сказать, ни гражданской, слава богу, войны, ни мора, ни цунами. Ничего не было этого. Просто эта земля умирала, потому что с нее уходили люди. Вот все, что мы сейчас проехали, все, что мы сейчас видим, эти заросли молодого березняка, кустарника, вот здесь, вот справа. Это все были поля, которые практически, как я уже говорил, они кормили, так сказать, местного жителя. Сегодня это замечательная коробовая база для лося, для зверя. Вот это для меня, например, вопрос, на который я не могу ответить. Я не могу ответить. Жень, ты живешь здесь. Скажи, почему ушли люди отсюда? Разводились все. Кому-то народа не надо. Сказали, легче все купить за границей, чем это все выращивать. Ну, скажи, вот как вот люди на это реагировали? Как они, как они, что с ними происходило? Легко ли они уходили отсюда или нет? Как вот можно с нажитого места уйти легко? Здесь мои родители здесь родились. Ты здесь родился. Вот у тебя тут дом, все как бы хозяйство. Ну, родители, понятно, что умирают. Ты-то остаешься все равно здесь. А когда нет работы, надо что-то делать, надо куда-то детей своих продвигать. А почему нет работы? Я объясняю. Все, вот это, ни стороне не нужно. Просто государство нашло. Ну, как не нужно? Нет морокко, не мясо. То есть, а государству не стало нужно, чтобы эта земля кормила это же самое государство? Почему ты думаешь, что это произойдет? Дешевле покупать за границей, чем выращивать свое. Ну, хорошо. Ну, ты же понимаешь прекрасно. Сегодня мы за границей дружим, завтра мы за границей не дружим. Значит, сегодня, сегодня за границей нам может помочь приобрести колбасу, мясо, рыбу и так далее. А завтра, если мы с ней поссорились, мы будем, как лоси, есть вот эту самую березня, да? Ну, специально надо все теряться, чтобы нашу Россию поставить оттуда. Можно как я вот? Конечно. Поставить раком. А они уже ее поставят, можно сказать. Ну что, и вот сегодня, благодаря санкциям, честно говорю, благодаря санкциям, мы вдруг оказываемся перед изумительным фактом, оказывается, надо помогать русскому крестьянину. Оказывается, надо работать на земле. Оказывается, это огромная, огромная земля. Нет нигде такой земли, плодородной и расхожной. Она должна кормить. Она может кормить. А есть ли те, кто могут эту землю обрабатывать? Убежден, что есть. Но разве только экстремальная ситуация должна оказываться тем трамплином, который заставляет человека думать о своей родине, о себе, о семье, о том, чтобы выращивать на своей земле то, что может накормить не только эту страну, а еще много-много-много миллионов людей? Это в характере. Это в русском характере. Война за четыре года сплотила народ невероятно. Народ, одержавший невероятную победу. Но неужели только такие страшные и экстремальные обстоятельства могут заставить нас ощутить потребность друг в друге и всем вместе в взращивании собственной жизни у себя на земле. Я хочу прочесть в самом конце замечательную фразу. Для России нужна внутренняя сила, нужна крепость организации, крепость духа дисциплины. Если новый федеративный Запад будет крепок, нам эта дисциплина будет нужна, чтобы защитить от натиска его последней охраны нашей независимости, нашей отдельности. Если Запад впадет в анархию, нам нужна дисциплина, чтобы помочь самому этому Западу, чтобы спасать и в нем то, что достойно спасения, то именно, что сделало его величие, церковь какую бы то ни было, государство, остатки поэзии, быть может, и самую науку. Константин Леонтьев. Годы жизни 1831-1891. Это написано более ста лет назад. Это написано на русском языке. Это написано русским человеком, который уже тогда, зная, изучая и помня, что происходило до его жизни в истории своей страны и окружающей ее страны, пишет это, что сегодня актуальнейшая вещь. Работа, дисциплина, национальное самосознание и осознание того, что никто, кроме нас самих, нас не спасет. Поэтому, читая все это, я еще раз убеждаюсь в том, и думаю, что не я один. нам нужно окунаться в свою историю, в свою культуру, в свою философию, не только для того, чтобы блеснуть цитаты, а для того, чтобы там искать истоки того, что происходит с нами сегодня. В этом и есть неразрывная связь, которую очень хочется порвать, которую очень хотят разрушить, отрезать от своего прошлого, от своей культуры, от своей истории, от всего того, что делало и сделает нас, нами, теми, кто мы есть. Но мы должны оставаться теми, кто мы есть, а не превращаться в тех, кого из нас хотят сделать. Всего доброго, до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова